Начинаем презентацию по ситуации в батальоне Айдар. Сегодня у нас присутствует Екатерина Ярейская, артирист Автомайдана Харьков, Руслан Куренков, боец батальона Айдар и Яна Червоная, волонтеров батальона Айдар. Екатерина, расскажите, пожалуйста, о ситуации, что произошло. Для меня эта ситуация началась в пятницу, когда моего друга, бойца батальона Айдар, человека, которого я знаю давно, уважаю и понимаю, что он очень всегда трезво и адекватно воспринимает ситуацию. Его задержали в Славянске на блокпосту, попросили проехать в комендатуру, оформить протокол. У него было небольшое административное правонарушение. Он с этим был согласен, готов был подписать протокол. Это нарушение было издано без номеров, в силу того, что заявка была отправлена, номера еще не сделаны, ехать в командировку было нужно, поэтому пришлось ехать так. Исправили его тут же, славянские волонтеры помогли уже, значит, машина с номерами уже, все в порядке. Но дело начало приобретать какой-то такой оборот, ну, как будто там, я не знаю, что-то страшное произошло, то есть дошло до генералов, начали звонить в Киев. Но не бывает такого с такими ерундовыми делами. Значит, двое суток ребят продержали в комендатуре, обещали вот-вот-вот сейчас приедет генерал, как бы разбираться с вами. Почему генерал должен разбираться с ездой без номеров, ну, вообще, очень странно. Значит, и в конце концов отпустили, в тот же день, в воскресенье отпустили утром, в тот же день, там, через несколько часов, задерживая другую машину Айдара в Артемовске на блокпосту. Та же самая история, тот же самый сценарий, ребята уже там знали о том, что произошло, позвонили мне, там, позвонили в батальон, то есть уже начали как-то действовать, согласованно с первым вот этим опытом. Ну, уже стало понятно, что что-то здесь нет. Значит, ну и сейчас ситуация такая, что вот у нас уже есть на руках приказ, да, о том, что лишнюю надлышковую технику Айдара, да, куда-то там передать. Ну, что такое надлышковая техника? Это, например, три скорые из трёх, которые имеются в наличии. Это уже вызывает, ну, очень большие эмоции. Значит, надлышковой названы, ну, вот автомобили, на которых передвигаются, в том числе, там, группа разведки, которые, ну, просто не могут на других автомобилях передвигаться. Там и так далее. То есть, ну, мы, и потом есть ещё, ну, другой аспект этого дела. Вся эта техника была приобретена на средства, ну, народа, да, значит, там что-то там передали, там, диаспора, какие-то деньги или там автомобили. Какие-то автомобили, ну, приобретались просто бойцу, приобретали его, там, друзья, семья. Ну, такое тоже сплошь и рядом встречалось. Эти автомобили требуют постоянного ремонта. И тоже, ну, это дело всех, то есть, в общем-то, все окружение, каждого бойца, у которого есть такая машина, оно всё участвует в этом процессе. И тут вдруг раз, и отдайте куда-то, непонятно куда, но это просто, не знаю, ну, возмутительно. Значит, мы очень просим, ну, как, какое-то дать разъяснение этому. Те разъяснения, которые там до сих пор, ну, пытаются нам там донести, ну, пока ещё не было, во-первых, никакого официального заявления, а во-вторых, это всё, ну, просто смешно. То есть, рассказывают о том, что это хорошее начинание, и мы будем так бороться с автомобилями, которые там по Киеву передвигаются, там, с лексусами, да, там, на военных номерах. Но, причём здесь ребята, которые в зоне АТО, и эти вот так уже раздолбанные джипы, на которых они, слава богу, как-то выполняют свои функции, да, значит, почему нужно, хотите, ну, наводить порядок в Киеве, ну, кто вам мешает, наводите его в Киеве. Почему для выполнения этого приказа они нашли самых слабых, да, значит, приехали в сектор и пытаются забрать машины. Вот мы считаем, что это действие, ну, очень, ну, вредят нашей стране, да, потому что я сама пережила эти двое суток, пока ребята были там в комендатуре вместе с ними. Это всё нервы, это всё, ну, всё направлено на раскачку ситуации, на то, чтобы они, ну, как-то батальон, как-то бы там, да, отреагировал неадекватно. Конечно, этого ничего не было. Конечно, все понимают, что нужно держать себя в руках, и, значит, ну, за каждым действием следует ещё одно действие, которое такой же, в общем-то, такой же направленности. Я приехал вчера в Харьков, ну, эти все события происходили перед моими глазами, там принимал в них непосредственное участие. То есть приехала, ну, скажем так, зачаток комиссии по разбирательству с этой ситуацией, и задавали логичные вопросы. Вы хотите эти автомобили передать в другие воинские подразделения, части, бригады. Но когда стоял вопрос о том, чтобы выполнять боевые задачи, и остался вопрос, ну, год назад, нет оружия, нет техники. Когда Айдар на копейке с прицепом перемещалось отделение, когда на раздолбанной Ниве ехало 8 человек, ни у кого не возникало вопроса, где вы взяли технику, и как вы перемещаетесь вообще в пространстве. Сейчас, ну, я не буду называть фамилию одного генерала-майора, он мотивировал тем, что, ребята, ну, давайте смотреть на вопрос адекватно. Говорит, сейчас боевые действия не ведутся. Наши ребята стали, ну, может, у вас в Артёмовске они не ведутся. Вы проведите с нами ночь, пройдите под Горловкой, в Авдеевке, там, Песках ночью, и вы, ну, посмотрите, ведутся боевые действия или не ведутся. Потому что, ну, там, где мы стоим, там работает канал Новороссия, канал Оплот, там, Лайф-Ньюс, украинских каналов там нет. Но сепары там рассказывают, как они ведут, отводят войска, но, тем не менее, успешно всё равно контратакуют украинские войска. А уже выехав в отпуск, я смотрю наши каналы, у нас, оказывается, мир, мы не воюем, ничего, и наши военные подрываются на своих же растяжках. И, возвращаясь, ну, к словам этого генерала, мы же, естественно, спрашиваем. То есть, пока, ну, как вы говорите, активных боевых действий нет. Допустим, ну, гипотетически эти машины уйдут другие подразделения, но через неделю, месяц, два, наступит час икс, когда они будут нужны. Их нет. Что вы, в частности, он, я вам дал четыре краза. То есть, ну, он преподносит это, как бы, он со своих личных сбережений купил и дал. Не государство, да, вот, там, я подписал приказ, я вам дал четыре краза. Очень хорошо, большое спасибо, низкий поклон, если это позволительно, так говорить. Но эти, ну, хорошие, новые, мощные машины, они несут свою службу, там, у артиллеристов. Они тягают, там, арт-установки, они перевозят личный состав. Ну, для выполнения, скажем, специфических задач, там, той же разведки, тех же саперов, перевозка раненых, эти машины никак не годятся. Опять же, ну, апеллируя к нему, говорят, вот стоит национальная гвардия, стоят по гранцам, которые не участвуют в непосредственном соприкосновении с противником. Ну, как правило, бывают, конечно, моменты, но, как правило, нет. Но у них, оно даже невооруженным глазом видно, этой новой техникой укомплектованы полностью все подразделения. Мы справились, не вопрос вообще, вообще не вопрос. Укомплектуйте, как положено, по штатному расписанию. Те же Кугуары, те же Сарматы, ну, как оно положено. У нас, вот, у подразделения авиаразведки по штатному расписанию положено, там, три комплекса БПЛА. Они положены, но их нет. Все, ну, чем, чем воюем, это все, все приобретено за народные, за волонтерские деньги. Люди за эти же средства обучались управлению техникой, там, и техникой, аппаратурой. А сейчас, ну, становится вопрос, вы это отдайте, то есть, не имея на это никакого, не морального, даже юридического права, вы отдайте и сидите, делайте, что мы вам скажем. Еще помимо этого, помимо того, что было сказано, еще прошел негласный приказ о запрете военнослужащими, проходящими службу в зону АТО, эксплуатации и перемещения на личных автомобилях. Ну, у меня это вообще ум за разум заходит, человек, который негласный даже приказ такой дал, но чем это вызвано и какое там обоснование, я даже прокомментировать не могу. Вот эти два приказа, которые поступили в батальон «Найдар», мы их предоставим журналистам. Тут генералы, майоры требуют, требуют, тут так и написано, вымогаю передать над Лыжковой транспортные засобы. Мы, как волонтеры, против этого, потому что практически весь список с этих машин, они даже уже решили, куда их передать. Вот список, в какую бригаду, в какой батальон. Лишние, ну, по их мнению, на штрафплощадку. Даже не сказано за то, чтобы перегнать 32 машины в Киев на штрафплощадку. За какой счет? Личными средствами. Опять личными средствами волонтеров. Во-вторых, со мной связался Евромайдан Лондон, со мной связались волонтеры Львова, волонтеры Киева, которые передавали эти машины, и эти машины собирались, просили на них средства, именно для батальона Айдар. Я с батальоном связана уже давно, больше полутора лет, поэтому знаю практически каждое отделение, каждую машину в батальоне. Из тех машин, которые я приезжаю, у них, например, на 10 человек или на 12, там их несколько, но минимум две из них поломанные. Машинам этим больше 20 лет. Они пригнаны в основном 95% из-за границы. То есть быстро их чинить. Служба наша тыловая вообще не думает как. Это не та машина, которая утром поломалась, ее загоняешь на ближайшее СТО, и к вечеру она, в принципе, может выехать. Ну, как в Харькове, например, я чиню свои Жигули. То есть нет проблем, в ближайшем киоске я купила запчасть, загнала на ближайшее СТО, и к утру она уже выехала. Все эти машины польские пригнаны за рубежа, естественно. Когда их, во-первых, чтобы их починить, надо собрать не 100 гривен нам, волонтерам, а чуть большую сумму. Во-вторых, надо найти СТО, которое согласится там это сделать. В ближайших деревнях, где сейчас расположен батальон «Итар», вообще плохо понимают, что такое СТО, что такое запчасти, что такое джип-патрон. То есть там очень с этим служба. Поэтому, чтобы починить даже две переданные машины, это волонтеров занимает 2-3 недели. Многие вещи, многие запчасти мы заказываем непосредственно из-за границы. Если мы не находим тут БУ каких-то хороших, то мы заказываем из-за границы, в том числе и из Польши. Поэтому из 5-ти, если 2 или 3 на ремонте, остаются у них только 2. То есть сказать, что там надлышковый транспорт, ну я бы не сказала. Я считаю, что машина должна там все-таки быть минимум на 8 человек, хотя бы одна. Потому что это военные действия, если что-то случается, им нужно быстро покинуть какую-то территорию определенную и переместиться быстренько. Естественно, да, как сказал Руслан, это делается не на кразах, потому что кразы уязвимые, кразы не всегда быстро заводятся. То есть мы знаем, когда мороз, их очень тяжело запустить. Поэтому быстро прыгнули все в машинку и быстро переехали. Я не понимаю, какая была комиссия и как считается все-таки надлышковый транспорт. По какой формуле, то есть, ну, и почему должны те люди, которые непосредственно дали машины в батальон Айдар, мы не спорим, может, какие-то машины из них лишние. Хорошо. Но почему тогда эти лишние не оставить в батальоне в качестве запасных? Если они хотят навести порядок среди машин, мы готовы как бы этим помочь. Можно сделать, поставить человека, поставить на одну территорию машины запасные лишние. И в случае, если, например, в аэроразведке или у разведчика обломаются их машины, чтобы они могли прийти на склад, ну, как склад у нас ГСМ, да, там, по форме склад, отпускать в наш склад запасных мобильных машин, чтобы они могли прийти и сказать, вот наши две машины в ремонте или поломанные, дайте нам, пожалуйста, для перемещения. То есть, может, какие-то на запчасти пустят машины. Опять же, после первого обстрела часть машин сгорает. Очень много у нас таких, которые мы уже, которые передавались, которых уже нет, которые погорели в части при обстрелах градов. Как бы, ну, вот, штрафплощадка, штрафплощадка, штрафплощадка. Почему? И куда они денутся со штрафплощадки? Кто будет за этим следить? И почему? Мы должны эту технику. Я понимаю, что Айдар, они сейчас посмотрели, что волонтеры вывели Айдар на один из передовых рубежей, я считаю. Мы стараемся, чтобы наш батальон не нуждался ни в чем. Если они завтра будут бросить танки дополнительные шота, мы будем им помогать. То есть наш батальон лучше за счет того, что у него есть хорошие волонтеры. Если в других частях вот не хватает машин, вот в этих вот, по списку, в которые должны передаться машины, так пускай генералы со своего автопарка помогут. Я думаю, что у них есть на это средство вот эти части обеспечить машинами, но не за счет нашего батальона. Потому что мы не можем людям объяснить, которые передавали на эти машины деньги, они передавали. Ведь когда собирается машина, каждый волонтер пишет пост, что для батальона Айдар, например, для аэроразведки, либо разведки, требуется машина. И люди дают именно на батальон Айдар. Я могу ответить на этот вопрос. То есть, опять же, по словам представителей комиссии, которая приехала позавчера, в батальоне Айдар числится зарегистрировано по последней регистрации 136 автомобилей. По списку, я полностью список не пробегал, но порядка 120 автомобилей, которые подлежат передаче в другие подразделения. Чуть-чуть меньше, чуть-чуть меньше. Ну, это ж... У тебя может быть... Они юридически, они просто, ну, получается, они не оприходованы на батальон Айдар. Просто они зарегистрированы в службе, как она правильно называется, воин. Ну, по-старому это военная автоинспекция. Они зарегистрированы, что такие автомобили есть при таком-то подразделе. Вот. Как имущество, они на батальон, то есть, соответственно, на Министерство обороны, они не оприходованы, не являются ни собственностью, которая стоит на учете, ничем. То есть, никаких юридических прав, ну, не имеют командование, не имеют на эти автомобили, не имеют права ими распоряжаться. Никак. И, опять же, юридический момент, соответственно, там указано, что автомобили перегнать силами подраздела. Даже гипотетически, допустим, что кто-то из бойцов привезет, ну, к примеру, автомобиль из нашего подраздела передать в 59-ю ОМБ. Я приезжаю к командиру этого подраздела, говорю, там, товарищ майор, подполковник, полковник, неважно. Вот, соответственно, этого приказа я привез вам автомобиль. Он меня посмотрит, скажет, военный, ты вообще откуда? Как я его приму? У меня для этого автомобиля, что там у тебя, Mitsubishi L200. Смотри, вот штатное расписание. У меня положено столько-то УАЗиков, столько КРАЗов, столько ЗИЛОВ. Какой L200 в украинской армии? Как я его сюда впишу? Для этого нужно полностью переделывать штатное расписание. Это, ну, не одну неделю работы, это только по батальону. То есть, не оприходовать, не передать и принять они юридически не могут. Официально кому машины передлежат? Никому. Никому. Дело в том, что вот это до сих пор за два года не нашло Министерство обороны и Генштаб, как залегировать, как поставить эти все машины. Оприходовать, как оприходовать? Мы готовы помочь нашим бойцам, поставить их на учет официально, там, по любым документам. Как они говорят, машины могут быть в угоне, и за счет этого они должны пройти штраф в площадку. 95% этих машин перегонялось через границу. Все они уже 10 раз проверены на момент угона. То есть, хотя бы те машины, вот, теперь у нас тут стоят такие. Куда надо передать машины? Управление 59-е, управление 53-е, управление 53-е. То есть, самые лучшие машины с батареем. Нет, не в боевые части, а в управление. Управление это штаб. В управление, вот, целый список смотрим. Управление 54-е, управление 54-е, управление 57-е, 58-е. И полный список. Почему машины, которые боевые, на которых делаются боевые выезды. Нет такой машины, наверное, которой волонтеры Харькова, они купили какую-то, хотя бы одну запчасть на эти машины. Хотя бы какую-то гайку, какой-то там подшипничек. Но на каждую из этих машин уже за полтора года. Волонтерами Харькова, Львова, Киева, Лондона, Канады там, Польши. Даже из Польши нам присылали бесплатно запчасти. Мы их заказывали, но когда они узнали, что это для батальона Айдара, они с нас не взяли денег. Только мы оплатили пересылку. То есть почему мы должны передать машины, которые мы починили, которые нужны нашим ребятам, мы должны передать в щита управления. Там скорые были, да? Да, у нас стоял вопрос о передаче трех скорых. Две в 59-ю и одну в 92-ю. Но после того, как волонтеры все-таки встали на защиту, скорые нам сразу оставили, даже пообещали. Генерал Пушняков даже пообещал, что если мы не будем за это говорить, то одну скорую даже доукомплектуют. За полтора года он не знал вообще, что в этих скорых, какая произошла укомплектация. Одну из скорых батальону Айдар передало лично литовское посольство. Почему мы должны были передать другую часть, мы не понимаем. Она передавалась лично для Айдара. Тут в приказе стоит, что до 30-го, 10-го организовать передачу визначенных автомобилей. И здесь нет и вылечения за актами надлежковой техники в колькости 32 одиницы. То есть 32 машины должны выйти из сектора. Сектора, где три дня назад начались боевые действия. Где в любой момент, опять же, сейчас такая ситуация, что батальон Айдар выведен, раскидан, не выведен, он раскидан на немножко глуховатые села. Насколько я, ну я так, немножко приукрасила, да, совсем на глухие села. Давайте не будем, значит, приукрашать. Скорые сейчас во главе с нашим ночмедом и с нашими медиками, мало того, что помогают своим больным бойцам, они уже начали вывозить стариков в ближайшие больницы, оказывать медицинскую помощь. Недавно у нас было там ранение артериальное, то есть ночмед вывозил на наших скорах. В том числе, если, не дай бог, там начнутся какие-то военные действия, этими машинами, я думаю, что будет происходить эвакуация того же мирного населения. Я думаю, что бойцы не будут спасаться же сами, вы же сами понимаете. Точно так же, как и не выходили из Силовайска, они всегда захватывали с собой мирных жителей. Поэтому забрать с передовой 32 рабочие машины, я считаю преступлением, просто преступлением. И действительно, они не имеют на это юридического никакого права. Это не их машины. Если мы хотим бойцам, хоть каждому бойцу купить по машине, и народ это решает, то значит у каждого бойца на передовой будет машина для выполнения военных задач. Сейчас какие-то автомобили уже переданы? На сегодня я не слышала. Все бойцы сказали, что ни одна машина не будет передана. Мы будем воевать за каждую машину, мы их будем оставлять в секторе, мы будем за них бороться. Мы отвоевали три скорые. Эти 32 машины за каждую машину, за каждую, мы будем очень сильно бороться. Пока генералы не обеспечат нас другой, эту технику мы не отдадим с батальона. Можно сразу уточнение, а если вы будете передавать, чем вам угрожают? Ее угрожают при выполнении ребятами боевых задач, выездов, изымать на блокпостах и на трассах. Недавно, позавчера, у нас была остановка транспортного средства просто на трассе. Предложили оставить машину. Бойцы немножко некорректно поступили. Они дали предупредительный залп в воздух. Была на них жалоба, но командир сказал, что они действовали в рамке закона, потому что на трассе, на трассе не имеют права забирать машину. При выполнении боевой задачи. Да, то есть неизвестно, куда ехала, может у машины была поставлена боевая задача. То есть на трассе они не имели права пытаться забрать машину. Яна, можно ли допомнить первая штурмовая рота? У нас штаб находится в одном селе. Первая штурмовая рота распортирована в другом селе. Для того, чтобы утром элементарно поехать на совещание, нужно проехать два полпоста. Это порядка 8 или 10 километров. Штаб находится в два раза дальше, чем сепаратисты. Да, штаб находится в два раза дальше от два места, где распортирована первая штурмовая рота, чем сепаратисты. Каждое утро нужно поехать на совещание, проехать два полпоста. Нашему командиру роты, он на РА-4 ездит, которую ему венецкие волонтеры еще, по-моему, год назад подогнали. Это машина в том списке на передачу. Каким образом командиру роты ездить каждое утро на совещание, получать задачи? Или получать по телефону, который прослушивался? Каким образом? Это просто дополнение к тому, что я... Подписаны не все Муженко. Один подписан Муженко, второй полностью подписан Хижий. Не знаю, кто это, но явно Хижий. А так вот участвуют Пушняков, Шевцов, Крештун, Бессараб. Сухопутка и Генеральный штаб. У нас тут генерала больше, чем бойцов в моем батальоне. Вопрос, скажите, вы обращались, сказали, что были непосредственные какие-то отсынки, вы обращались подачетами. А никто же ничего не говорит. Это так... Я вам объясню, как это происходит. Останавливают машину на блокпосту. Да, да, ребята, все хорошо, все хорошо. А вот тут вот у вас печать нечетко видна. Я, ну, я к примеру говорю, давайте мы проедем. К вам, ну, как бойцу, к вам никаких претензий нет. Давайте проедем, вы сейчас кофеечку попьете, мы быстренько пару звоночков и поедете своей дорогой. И вот он, сейчас, сейчас, вот, сейчас генерал приедет, вот, ну, сейчас вот разберется, вот, что это за печать. А, это 29.50. Так подождите. Не, нет, мы вас отпустить не можем. Сейчас вот вы звоните командованию, собирайте бумаги. Что, на каком основании, сам маразм ситуации, на каком основании волонтерский автомобиль, имея на руках техпаспорт, ну, зарегистрированный на батальон в ВАИ, имея боевой наказ, имея путевку. И командование батальона еще в службу правопорядка должно предоставлять пояснение, на каком основании автомобиль выехал. Ну, там, соседний сектор. Четко, в документах четко написано. Для выполнения боевого завданья. И еще, ну, вот, 4-5 листов для того, чтобы забрать бойца вместе с машиной. Это все, ну, как бы, под невинным предлогом. С нами там, ну, обращаются нормально, но к ОСПшникам вопросов нет. Ребята, ну, лояльные такие, посидите, не волнуйтесь, посидите. Потому что понимают, ну, ребята нервные, нужно отдать должное, даже оружие не изымает. То есть к бойцам, ну, как бы, вопросов нет. Ну, машина стоит на штрафстоянке, и пусть стоит. Стоит, ребята, ну, не волнуйтесь, все, разберемся. Ну, машина на штрафстоянке. Все так, такой, тихой сопой подгребается. Вы имеете в виду машины нового класса? По крайней мере, те сведения, которыми я располагаю, не одного. Саксон, ну, это техника устаревшая. Я же уточнил, нового класса. Значит, налей нет. Спасибо. Не, да, вопрос. Вопрос или какая-то, как я с вами. Сидите, пожалуйста, вопрос прямой, извините. Что вы считаете? Это просто, это как? Это дебилизм или зрад? Вот как вы считаете? Два в одном. Дебильная зрада. Просто добавим воды. Спасибо. Ну, здесь явно, вот, действия генштаба, да, вот, просто там ужинка подписаны, ну, направлены на то, чтобы дестабилизировать вот ситуацию, да, то есть у нас как раз такая очень сдержанная реакция на это и в батальоне, и вот у нас среди волонтеров, потому что мы не хотим вестись на явную провокацию. Я считаю, что это провокация, поэтому мы будем разобрать. Я могу дополнить по этому случаю. У меня много друзей, которые служили, некоторые до сих пор служат 93-й бригаде, которая сейчас находится там, Песке, Авдеевка. И в свое время, в прошлом году, при большом количестве мобилизированных, там остро стоял вопрос алкоголизма среди военнослужащих. Те ребята, которые на передке, понятно, что они этого себе не позволяют, ну, по вытекающим из этого факторам. И получалось так, что мирные жители, уходя из сел, ну, уезжая от обстрелов, машины, которые были, ну, чуть-чуть поломаны, бросали. И военнослужащие, эти машины там, ну, как-то слегонца отремонтировал, они там перемещались. Но перемещались, опять же, те, кто находятся хотя бы в зеленой зоне, которая не под прямыми обстрелами. Ну, опять же, у них больше времени для расслабления, соответственно, алкоголь. И начальник автослужбы этой бригады боролся следующим способом, он 12, это товарищ мой при этом присутствовал, 12 автомобилей. Он собрал всех этих алкоголиков, которые там сбили ребенка, там завалили забор на вот этих всех машинах. Но они были не волонтерские. Он их собрал, всех этих аватаров возле этих автомобилей, и танком их переехал. Сдали все на металлолом, деньги пустили через финслужбу на там благосостояние, скажем, военнослужащих. Так был решен вопрос. Но, опять же, это было в рамках одной бригады, и это было, ну, для установления какого-то порядка. А в нашем случае, не имея на то никаких веских оснований, может, они и есть у генералитета. Ну, о них никто, их никто не озвучивает. Не озвучивает, просто у вас надлыша. У меня дала уточнение, все это технически, что вы понимали. Вы говорите, что на эти автомобили, которые у вас пытаются сейчас забрать, есть техпаспорты, техпаспорта. Но, с другой стороны, вы говорите, что они не зарегистрированы, не от приходов. Все-таки, какие документы на кого-то есть на эти автомобили? Ну, сейчас на них есть. Сейчас я вам покажу. То есть, выдав службу вискового правопорядка, выдав вот-вот-вот... Нет закона просто, который... Нет, закон, Ян, закон может есть, может есть, но он не работает. Документы, это техпаспорт. Временный техпаспорт, там четко указано, что машина там зарегистрована, номер такой-то, такой-то. Тимчасовая регистрация и для эксплуатации в зоне АТО. Есть такой момент, когда машина выезжает, скажем, на техническое обслуживание, потому что... Ну, вот я вам покажу, вот такой вот техпаспорт, вот он с лицевой стороны выглядит, вот так. То есть, вы можете идти в каждой машине на батальон? Да, именно на батальон. На батальон, ну, соответственно, на Министерство обороны. Но здесь вот указано, тимчасовая регистрация, вот, ВЧПП 29.50. То есть, на батальоне, да, эта машина, но она не оприходована. Просто, что есть такая машина, она в батальоне несет службу, и оприходована она, соответственно, не может быть. Еще такой вопрос, наверное, для вас, в 80 лет, что в СМИ часто слышала информация о том, что если бы пойти в батальон на Айтан, или, какими-то, с Лендом, отжимают автомобиль в зоне АТО, и есть ли в списке, так скажем, отжатые? Дело в том, что тут все машины, которые с техпаспортами. Все до единой. Все до единой, которые с техпаспортами, в том-то и дело. Я вам скажу, по поводу, вот, ну, как вы говорите... Отжатые нигде в списке, как раз, не зарегистрированы, они не могут, их в батальонах не могут поставить и выдать вот такую бумагу. Потому что каждая машина проходит, ну, проверку, проверку в ГАИ Украины, и, соответственно, ну, 10-дневный срок через Интерпол. Это, во-первых. Во-вторых, ну, по поводу отжатых машин, тут много можно муссировать эту тему. Ну, допустим, когда ребята наши отходились на Васветловке, соответственно, мирные жители оттуда были эвакуированы. Кто сами покинул, кто что... Ну, я один из примеров приведу. И когда с двух сторон поливает Играда и Арта, работает и с Луганской, и с Россией, от наших машин, ну, из всех, которые ушли, вернули своим ходом две единицы техники. Один джип и один газон. И то, потому что их просто не нашли, сепары, не нашли корректировщики. Поступила команда на отход. На чем ребятам отходить? Практически замкнутое кольцо. Соответственно, заходят в тракторный двор, стоит побитый КАМАЗ, там посеченные колеса. Колеса восстановили, все, приехали, ну, эвакуировались. Слава Богу, все, кто выходили, все дошли, ну, не совсем целые, не совсем здоровые, но дошли. Считается, что преподносят как батальон отжал. И, ну, таких примеров можно привести много. Для начала мы предупреждаем, генерал. Тяжелый вопрос. А потом будет. Мы собираемся сделать запрос от депутата Верховной Рады, например. Там есть люди, которые интересуются этой проблемой. Попробуем так прояснить ситуацию. А вот со стороны военнослужащих, вы понимаете, нас, ну, ставят в очень узкие рамки и, как бы, пространства для каких-то действий у нас нет. Во-первых, это зона антитеррористической операции. И там, где особый период. Не выконание накази, ну, то есть, это, соответственно, трибунал. Трибунал, и если за время всей антитеррористической операции по обвинению в сепаратизме было осуждено всего на одной руке, можно пересчитать. Ну, я утрирую, я точную цифру не располагаю, но. То военнослужащих за неподчинение преступных наказов было осуждено на порядок больше. Я считаю, что это, ну, это лично мое мнение, может, мое мнение не совпадает с мнением батальона или кого-то еще, это наказ преступный. А висковослужбовец, мое право, не выполнил этот преступный наказ. Но, опять же, у нас законы палка о двух концах. В уставе написано, что военнослужащий сначала должен наказ выполнить, а потом его обжаловать. И как в этой ситуации действовать, тут нужно общаться с юристами. С юристами и правомерность этих приказов, и правомерность наших действий. То есть мы военнослужащие, и приказ мы обязаны выполнить. Потому что, если мы приказ не выполним, скажут, а, Айдар, беспредельщики, разогнать. Поэтому выступают тут даже не батальон Айдара, а выступают волонтеры этого батальона, которые к этим машинам имеют самое прямое отношение. Ну, если она целая будет. А если она будет на балансе Министерства обороны партии экзажирования, то... Никак. Ну да, я как передала, я отвечаю, да. На самом деле волонтеры отвечают за все машины, которые они передали. Какое-то косвенное, может, в прямом отношении, либо в косвенном. Поэтому, опять же, поэтому мы и против, чтобы наши машины, которые куплены с помощью людей, которые все это организовали, без нашего ведома, тут четкие сроки стоят, как бы нам поставили сроки выполнять все. С вашим батальоном, или с чем-то меньше? Только это по нашему батальону, по нашему. Это по-нашему, но когда я написала пост, первое, с возмущением, мне написали, что машины забрались в тридцатке, и некоторые машины забрались в 92-й. Не знаю, насколько это правда, это только по комментариям под моим постом. Поэтому, ну, это легко можно проверить. Ну, наверное, они забирались либо не в таком количестве, либо не так громко. Ну что, вопросов больше нет, тогда заканчивайте. Спасибо вам большое. Спасибо.